Добрый день, зрители канала Домашний очаг с Мариной! Мы снова встречаемся с вами для того, чтобы поговорить о нетрадиционной медицине. И оказывается, питание очень помогает нам восстанавливать здоровье. Сегодня я хочу поговорить о пользе бананок, при каких заболеваниях он оказывает нам помощь. Но прежде всего мы поговорим с вами о том, можно ли есть переспелые бананы. Полезны ли они или все-таки уже опасны? Обратите внимание, что в незрелых бананах, которые мы покупаем в магазине, из коробок, которые только-только открыли, присутствует резистентный нерастворимый крахмал. Он не переваривается в тонком кишечнике и ферментируется в толстом кишечнике, часто вызывая газообразование. В спелых плодах большая часть крахмала преобразуется в сахар. Поэтому зрелые бананы не только слаще на вкус, но и легче перевариваются. А значит, они полезнее для здоровья. Переспелые бананы содержат намного больше полезных веществ. А главное, чем темнее банан, тем больше в нем неклеточного белка. Это фактор некрозоопухоли. Он препятствует росту опухолевых клеток. Съедая один вот такой переспелый банан в день, вы укрепляете иммунитет. А японский ученый утверждает, что такие фрукты содержат больше клетчатки, витамина С, витамины группы В, калия, антиоксидантов, чем незрелые. Все вы любите овсянку вместе с бананом или с изюмом. Поэтому, когда покупаете бананы, вспомните о том, что банан можно готовить с разными добавками и с разными крупами. Лучше всего употреблять бананы через 2 часа после завтрака в чистом виде, как перекус. Ни в коем случае не ешьте и не давайте детям бананы на голодный желудок. Чтобы быть здоровым, надо правильно питаться. Итак, поговорим, чем же полезен банан. Бананы, которые мы покупаем в наших магазинах, относятся к сладким десертам. Их очень удобно брать с собой, как перекус. Но есть и такие виды, которые невозможно использовать без термической обработки. Их называют плантены. И в Африке, на родине, употребляют как овощ, тушат, жарят, варят супы, так как мы готовим картофель. Добавляют даже специи. Бананы считаются достаточно низкокалорийной едой. Всего лишь 100 килокалорий на 100 грамм. Это банан используется в диетическом питании. Уникальный комплекс витаминов, макро и микроэлементов обеспечивает полезные свойства бананов для нашего организма. Для мышц и костей прежде всего. Высокое содержание калия снимает мышечное напряжение. В комплексе с магнием элемент борется со спазами и судорогами в мышцах. Кальций укрепляет костную ткань. Поэтому, если у вас ночные судороги, вы должны обратить внимание на то, что вы должны кушать на ночь бананы. Для сердца и сосуда. Высокое содержание калия обеспечивает нормальную деятельность сердечной мышцы и воздействует на работу сердечно-сосудистой системы в целом. И способствует понижению давления. Обратите внимание на это. Банан очень хорошо кушать для нервов и после инсульта. Он питает клетки мозга. Способствует возникновению прочных синаптических связей. Благодаря углеводно-витаминному составу. Банан укрепляет память. Снижает утомляемость за счет калия. Эффективен в лечении болезни Паркинсона и Альцгеймера. Идеальное средство для восстановления больных после инсульта. За счет выработки допамина и серотонина бананы повышают настроение, снимают стресс и приносят нам удовольствие. А детишки с удовольствием лакомятся бананами и всегда в хорошем настроении. Бананы кушаем и для зрения. Витамин А и бета-каротин отвечают за нормальное зрение. Обилие клетчатки улучшает перистальтику кишечника. Сахара дают ощущение сытости долгое время. Поэтому, несмотря на высокую калорийность, бананы используют при похудении. Банановая диета полезна для здоровья и приятна для худеющего. Поскольку плоды вкусные, долго перевариваются и хорошо утоляют голод. А содержание витамина Е, ответственное за размножение, благотворно влияет на репродуктивную сферу и мужчин и женщин. Очень полезен банан для ногтей и кожи. Витамины А, С, Е укрепляют волосы и ногти, делают кожу гладкой, сияющей. Поэтому бананы так полезны для женщин не только как в питании, но и как косметическое средство. И я вам хочу сказать, если использовать мякоть банана, протереть им лицо мягкотью, лицо будет бархатное, мягкое. А если кожица и вот такой обратной стороной, кожа лица становится упругой, подтянутой. И очень хорошо использовать кожицу для женщин возраста плюс. Готовим маски со сметаной, с молочными продуктами, с желтком можно готовить. Это все только в пользу для вашей красоты. Используем бананы для иммунитета. Витамины, флавоноиды, фруктовые кислоты. Это все укрепляет иммунитет. Позволяет организму противостоять болезнетворным микроорганизмам и неблагоприятным погодным условиям. Употребление в пищу одного среднего банана на 50% возмещает суточную потребность организма в калии и почти на 30% витамин В6 и на 20% витамина С. Но есть вред и противопоказания. Мне очень хотелось начать с этого видео. Но вред бананов намного меньше, чем польза. И единственным принципом, которым вы должны руководствовать, это умеренность. Хотя это относится ко всем продуктам, о котором я говорю. Есть несколько органичений, на которые следует обратить внимание. Не следует злоупотреблять бананами людям с ожирением и повышенным весом. Осторожно следует кушать бананы с сахарным диабетом. Фрукт очень сладкий. Если вы склонны к вздутиям живота и тяжести в желудке, не следует кушать бананы натощак. Нельзя бананы запивать ни водой, ни молоком. Бананы гипоаллергенны для большинства людей, но беременные и кормящие мамы могут наградить ребенка аллергической реакцией. И обратите внимание, что бананы имеют способность сгущать кровь. Делает их нежелательными для людей, склонных к трамбофлебиту. Слухи о вреде бананов для мужчин имеют также под собой реальную основу. Дело в том, что повышение вязкости крови снижает скорость поступления крови к пещеристым телам и тормозит наступление эрекции, особенно у мужчин среднего возраста. И вопрос для спортсменов. Бананы можно после тренировки или нет? Это очень спорный вопрос, который важен для спортсменов, для подростков. Действительно, после интенсивных тренировок в тренажерном зале возникает так называемое углеводное голодание, которое просто закрывается за счет съедания одних-двух бананов. Калий в этом фрукте снижает мышечную усталость и способствует расслаблению мышц, избавляет от спазмов. Богатый минерально-витаминный состав позволяет заменить употребление витаминных коктейлей для бодибилдинга и лучше использовать недорогие натуральные фрукты, чем искусственные смеси. А вот такие спелые и переспелые бананы тем более хороши для студента. Спелые фрукты имеют яркую окраску, приятный специфический запах. Не пугайтесь наличию коричневых точек на кожуре, это оказывает то, что банан созрел. А зеленые бананы нельзя использовать пищу без термической обработки. Полностью коричневая кожура и излишняя мягкость указывают на то, что фрукт перезрел. И если совсем темный окрас, то он годится только для выпечки. Чем меньше банан, тем он слаще. Не покупайте бананы с плесенью на ножки, это вредно. Бананы мы кушаем свежие, вяленые, сушеные. Есть банановая мука, и вы должны смотреть на срок годности. Итак, дорогие зрители, мы обратили внимание на то, что банан вытесняет привычные для нас фрукты. И совсем недавно у меня тоже было предвзятое мнение к тому, сколько кушать бананов, и зачем их кушать, если мы привыкли к фруктам нашего региона. Но оказывается, та польза, особенно косметическая польза, приносит и радость, и удовольствие. Хочу напомнить, что все должно быть в меру. Нет ничего полезного и нет ничего вредного, если не придерживаться нормы. И на моем канале очень много видео о вреде и только потом о пользе продуктов. Подписывайтесь на мой канал, просматривайте плейлисты по тематикам. Для вас будет очень много интересной информации, профессиональной информации, медицинской информации, информацию, которую мы используем в целительстве, в нетрадиционной медицине. И очень важно прислушаться к моим советам, для того, чтобы не навредить себе, а использовать продукты питания в дозировке определенной, и получать удовольствие и пользу от еды. Спасибо, что вы были со мной. Будьте здоровы, подписывайтесь на мой канал, поставьте класс, если вам это видео было интересно. Напишите в комментариях, а как вы относитесь к бананам, кушают ли бананы ваши дети, и если вы спортсмен, заменяете ли вы бананами витаминные коктейли. Для зрителей моего канала будет очень интересен и ваш опыт. Субтитры создавал DimaTorzok